Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Выйти в реальность, даже если результатом этого чревато ощущение, что вся твоя жизнь это малюсенькая черная ниточка болтающаяся, что будет в результате все твои творческие подумки. Никакого прикрытия, так сказать, маской, персонажем, здесь нету. Это документация книги, первый опыт за год до того у меня был опыт акции на той же самой крыше. Да, это все. Опять же, в ней, так сказать, жертва, элемент гендерный, наступив, не значим по отношению к ситуации встречи как-то двух культур. Причем эта ситуация встречи его очень интересна, она может быть осматрена только как встреча идущих в разных направлениях. Потому что я, как художник, сильно погруженная в восточную эстетику, учивший язык, ориентировавшийся на традиционные дзенские вещи, могла встретить на своем пути вовсе не художника традиционного японского, а только учившегося в европейском, ну, в Японии, но в европейской художественной системе. И ориентировал на то, чтобы включиться, как сказать, в западную, там, учитель коми, скульптор Кокэй, так сказать, на такой абсолютно идущий за комедии, как-то, со своим национальным оттенком, но идущий в эту традицию. То есть это вот такая встреча на перекрестке даже. И только в этом мире оно и могло произойти. То есть шли на встречу в Дон Клубе? Да. А каково было ее участие в этом проекте? Ну, в этом проекте у нас были совместные акции и финальная совместная инсталляция «Неизвестный плод». Ну, может, мы досмотрим этот свиток? Да, давайте досмотрим этот финал, просто технически можно сначала досмотреть то, потом я могу другие вещи показать визуально. Максим, давайте еще следующий кусочек «Черный свиток», и тогда уже расскажу. Вот, собственно, если возвращаться к книге, книга называется «Чтение белой стены», и, собственно, вот мы сейчас наконец-то видим эту книгу. Ну, там, как спустится свиток, спускались четыре камня, которые, так сказать, являлись подписью, вот такой, потому что мой тогдашний псевдорим был «Калька». Собственно, писался иерогиками, как «Белая гора» и «Калька». Так что это фактически, вот такая подпись. А главный предмет, то есть чтение, вот он. Собственно, о чем ушла речь, вот почему это еще называлось, это чтение. Вот сейчас все могут реально увидеть характера для стены, так сказать, эти трещины, и герметик, который очень, условно, при определенной постановке зрения, в них можно вычитать иероглифы, и как абстрактное, так сказать, значение, наверное. С некоторыми натяжками много считывала в них конкретные даже иероглифы, и у самых верхних панелей было такое значение «ученик». о следующих, как раз женские плясты, вычитывались два иероглифа «женщина». В следующих, в следующих иероглифосколах и в нижних иероглифах «калька». То есть вот такие были условные четыре, так сказать, стати жизни. Да, вот здесь присутствует форта, которые прахнили всю изданку этого черного светка скотчем долго и мучительно мы надеялись, что это его сохранит от ветра но все-таки один кусок оказался не дождей поэтому драматическая судьба вот так мы все-таки вот так и и и и и и Продолжение следует... 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 Сейчас просто в виде слайд-шоу уже фото документации того же, что происходило, на этой ошибке, до тех совместных акций, которые имеют видео. Это те мои индивидуальные сюжеты, первые в апреле, потом в мае. Были такие медитации и коллегиатических жесток, но в этом не участвовал ни одного специального, так сказать, кроме малярной краски, кисточки, ни одного специального объекта, который можно отнести к художеству, только предметы найденные. А вот самое интересное, это была достаточно первая акция, в этот же день, совершенно, я об этом не знала, пришли ремонтировать крышу и заливать ее битумом. И таки уже главными героями, так сказать, этого, собственно, первого чтения были рабочие на крышу. Вся фотодокументация знала, как принадлежит Игорь Данилову, который очень многое, когда с ним могли бы делать сюжеты, он поставил постоянно документаристом для факта. Это очень коротком слайдшем, то есть четыре действия, конечно, в апреле, мае, июне и в июле, вот тут то, что было видео, это вид сверху, двора и крыши. Так что, попробуй, а не покажи другую. Это вот ради чего были все брожения по двору, крыше, чтобы в маленьком кусочке заловой кошельки внутри возникла такая вот совместная наша скульная инсталляция, проекция, которая была на крыше. Надо было вот обойти всю эту гигантскую территорию, освоить всю эту ситуацию как реальность, чтобы тогда себе позволить сделать такую маленькую... А вот какая-то где осталось? В осталось, да. Бассейн реальный? Водна вода? Вода! Да, бассейн реальный, что мы сделали. Там вода, и из центра этого плода тоже капает капля в этот пассажире. Что-то почему-то у меня не прошло. Часть показала, часть нет. Сейчас видно, что является в этой ситуации произведением. В маленькой комнате это объект, а вот его проекция на крыше, а вот, собственно, все освоенная территория. В течение этих акций. Включая полностью покрашенный белый дух. И так все равно для меня всегда оставались вот эти печати. Реальные, как сказать, рельефы крыши в печати сильнее всего, что можем произвести мы нашими художественными средствами. О музее. Вот, собственно, твою историю художника Блакова. Вот источник его происхождения. Есть программа Черепинского театра и одного зрителя. И вот здесь оформление Андрея Блакова. Вот, собственно, единственный документ, но который уже строится всю дальнейшую историю. Дальше существуют его ранние работы, полученные из того же театра. Он их там бросил. Это такие беспомощные, как бы ученические работы, но с очень сильным, так сказать, средами утрат. И дальше начинается обсуждение, являлось ли эти вот утраты действительно. Работы не сохранились, или это все-таки автор самодель, так сказать, деструкция произведенной художника. То есть фактически этот персонаж для меня был на первом этапе персонажем, в котором концентрировалась проблема, ну, от всей, так сказать, всего тупика нашего художественного образования, провинциального материя и, как бы, нахождение в стороне от реальных процессов происхождения. То есть там еще был корпус текстов, да, там письма были? Да. Кремилии, там, расписания, его деятельности, его жизнь. Можно показывать пример его, так сказать, раннего творчества. Вот, соответственно, творчество уже имело комментарии. Вот это тоже первый слой истории Владова, который, вполне скажем, состоял с Кубаковскими, Певарасскими, еще Хомро Меламидов был такой герой-подождик, член МОСКО. Вот такой... Как это, так сказать? Мне нравится шутка Собольного по поводу того, что, ну, сам Благов, наверное, с Кубаковым не встречался, но с его персоной тоже. Определенно, да. Значит, кроме вот корпуса стиральных работ, у Благова дальше вторая серия, так сказать, новое поступление, это его, как бы, следующий этап жизни, между которыми мы о нем ничего не знаем. А следующий этап, что он уже не театральный художник, а ремонтный рабочий, ну, халтурный, так сказать, занимающийся с напарником, халтурный ремонтный класс, и в какой-то момент он оставляет, значит, некую порезанную и склажированную ремонтную одежду и исчезает. И... Какой? Его напарник через некоторое время... Он исчезает и уничтожен части, то есть тех работ, которые у него были, да? То есть он ходит в некую другую реальность, уничтожая следы присутствия первой реальности. Почему? Первую работу он произвел в театре, в Собольном мире, а это он оставил в ремонтированной квартире и с запиской на паблицу. Приклей, как я разложил, и... Сохрани, пожалуйста. То есть вот эти... Эту порезанную одежду, то есть фактически можно говорить уже о самодеструкции, и какие-то коллажи, что он называет своими работами, но вот из этой точки мы начинаем уже действительно думать, что все-таки речь идет не о просто художнике-неудачнике, и чьи ранее ученические там масляные холсты пострадали от насекомых в театральной картинке, а все-таки речь идет о художнике-неудачнике, провинциальном, но пытающемся, или вообще не знаю об общих процессах, или очень смутно, не знаю, из книжки о буржуазном искусстве. Ну, тем не менее, вырваться куда-то в какую-то, собственно, реальность, что потом подтверждают о его дневнике. Ну, это вообще такой, как бы, экзистенциальный этап этого героя. Ну, с комментариями уже, так сказать, моими и от музея, естественно. Сейчас. Ну, это еще мастерство экспонировано. А эти фотографии, что, откуда они? Ну, это фотографии уже из экспозиции музея, которой я занималась. А где они снимались? Где они снимались? А, первые фотографии снимались просто в мастерской, до того, как у нас, собственно, спидермолт появилась. На Ленинградской. Да. Вот. А это вот уже выставка музея Блатова в девяносто первом году на Каширке. Вот так вот выглядел зал ранних работ. Вот так вот выглядел центр, где соединялся, как бы, так, были поздние ремонтные работы Блатова и, как бы, моя собственная, от моего лица, посвященная ему инсталляция, которая называлась «Командия маляра». Это связано с его. А это какой-нибудь? Ну, это все девяносто первые пути. Ну, вот так вот выглядело новое поступление. Ну, вот, допустим, это мы видели. Вот. Ну, дальше, казалось бы, что на этом герой закончен, но неожиданно всплывает вот его расписание жизни, и первое попутное, и расписание… Расписание… Реальное расписание? Или это было уже придуманное расписание? Ну, что… Интрига… Интрига, как бы, вот, вся остается повешенная здесь. Потому что… А расскажите, Марине, немножко о расписании, потому что она сильно… Да, ну, у меня, по сравнению, здесь нет текста… А, текст… Вот это за счету просто, да, да, я буду зачитывать. «Расписание жизни». А, вот он. И вот за счету расписание, чтобы тогда было понятно, о чем речь дальше происходит. Ежедневное расписание жизни художника Андрея Благова, составленное им в 1987 году сроком на 1 год. Утро. Ежедневное. С 4.45 до 5.05 создавать 8 картин единого жеста. Формат каждый 72 на 81 см. Ежедневное. Ежедневное. С 5.12 до 10.13 просматривать свою жизнь. День. Ежедневное. С 10.15 до 10.40 создавать 8 картин единого жеста. Формат каждый 72 на 81 см. Ежедневное. С 10.49 до 13.20 просматривать свою жизнь. Вечер. Ежедневное. В 13.35 звонить по телефону Эмилии и говорить с ней о любви до 13.41. Ночь. Ежедневное. В 13.45 засыпать. Прожить так 365 дней, ежедневно выполняя расписание. Умереть, оставив в наследство Эмилии 5840 картин единого жеста. Вот собственно документ, который уже породил абсолютно предсказуемые последствия. Потому что этот документ захотелось попробовать хотя бы частично реконструировать в реальности. Потому что ни одной работы по поводу исполнения этого расписания не осталось. Была совершена. А сколько времени прошло между расписанием и попыткой реконструировать? Расписание открылся к 87 году. А первая попытка его попробовать на своей шкуре реконструировать в качестве серии акций возникла в 1995 году. Она еще была, так сказать, не столь глобальной, как следующая. А она произошла на фестивале «Букла» в Царском селе. В виде трех дней, который так называлось «Три дня из жизни» Андрея Благова. Каждый день был только часовой перформанс, в котором три персонажа, еще и функционируя под японскими именами, там еще была сложная интрига, что действительно хотелось, чтобы участвовал Кумер. Она приехать не смогла, и тогда пришлось, так сказать, пригласить к реконструкции еще трех японских художников. Но и они не смогли приехать, и мы зачисляли от их лица реконструкцию имени. Поэтому имена были даже нестабильны у трех участников, а каждый день каждый функционировал под разными именами. И эта попытка реконструкции, как сказать, восходила к какой линии? Что картины единого жеста можно трактовать, ну, в идеологии каллиграфического, так сказать, культуры каллиграфии, такой спонтанной живописи, и именно из этого мы исходили. Эти картины даже не были, то есть, утрозвездно на отдельные плоскости в тот момент. Я занялся с собой. А мы-то кто? Мы, это была я, это был Коля Палаченко, он же Хролик, и Роза Годмуденова, художница Тай. Как ему, нет. Не нашей сцены, она просто зац... То есть, Эмилия, некий название? Не говорила о любви, нет. Но машина с этим расписанием ездила по всему Петербургу, Царскому селу, и даже с телефоном Эмилии у меня спрашивали. Ну, технически это осуществлялось, как, действительно, машина привозила 12-метровый свитер, который разделялся в какой-то момент камнями, в какой-то момент просто чертами на эти 16 работ. Вот, и это были действия спонтанной каллиграфии, но самое интересное, что произошло к последнему дню, что, посмотрев на все это, присутствовавший на фестивале танцор Будда Тадаши Энда, настоящий яконец, настоящий традиционный представитель традиционной культуры, ему стало интересно, и он предложил участвовать. И вот в третьей акции в этой истории еще участвовал музыкант. Кальция Редведки и танцор Будда Тадаши Энда. Нет, я не помню, нет картины. Нет, к сожалению, именно эти картины я за...